Балетмейстер-репетитор, который проводит класс, это как играющий тренер. Александр Ветров не стал лукавить. Я, в принципе, это обычно стараюсь и сам, когда место есть, занимаюсь. Но сегодня не стал на камеру позировать. Я обычно занимаюсь вместе с ребятами, станок хотя бы часть делаю, чтобы держать себя тоже в форме. Потому что наша профессия уходит все быстро. А показывать надо на репетиции, чтобы правильно артисты заучивали движение. Как вы уже догадались, сегодня наши камеры в балетном классе Александра Ветрова. Как у каждого балетмейстера-репетитора, у Александра Ветрова есть собственный взгляд на проведение классов. В первых методиках бы это не называл, слишком громкое слово, такой методика. Но идея урока, в общем-то, она, наверное, у меня присутствует, такая, может быть, чуть иначе, чем у других. Это, в общем-то, выстрадано, как говорится, на собственном опыте. Потому что часть времени мне пришлось, как говорится, работать почти что без классов, без педагогов. И, в общем-то, это все то же самое, что, наверное, и в других классах я делаю. Единственное, я стараюсь на станке давать такие комбинации, чтобы сразу люди включали в соображение мозга. Потому что в любом случае танца без головы не бывает. Все движения, чисто анатомические, это заложено в человеке, все импульсы идут от мозга. Его тоже надо разогреть. Действительно, это неожиданное заявление. По крайней мере, до Александра Ветрова нам никто не говорил, что балетный класс – это зарядка для ума. И разогревать нужно не только тело, необходимо разбудить сообразительность. Слишком простые комбинации, да, рутинные, как говорится. Они, на мой взгляд, ну это вот по моему опыту, даже когда я работал еще в Большом театре, они, как сказать, для меня были не то чтобы простоваты, а просто начинаешь скучать на уроке. Вообще, станок – это необходимая часть, самая необходимая часть урока, вот, ее надо делать как следует. А если на нем какой-то скучный, скорее бы, и только бы размять ноги, разогреть, а не поставить их, не вернуть, не заставить их работать в правильном ракурсе направления, то в таком случае это, ну, как раньше говорили, не позанимался, день потерял. Оказывается, главная проблема и главная беда – это скука. И Александр придумывает такие комбинации, чтобы каждый артист мог сказать хотя бы про себя. Но здесь точно не соскучишься. Насчет сложности класса я бы не сказал, что я даю слишком сложный класс, как мне кажется. Вот это я вижу в победе, что схватывают, наверное, комбинации достаточно медленно, даже поразительно для меня. Потому что у меня эти комбинации, хотя я их и сам придумал, кажутся достаточно простыми, вот, и не лишенными логики. Но бывает, что ребята, ну, просто устают, это понятно. Последним с формой, препаративно открыли, первое, 3-1, 3-1, 3-1, да, на счет. Пожалуйста. Когда артисты выбирают, в каком классе утром заниматься, они подбирают себе максимально комфортные условия. Но все, кто приходят к Ветрову, отмечают, что его класс оригинальный. Клим Ефимов уже несколько лет занимается в классе Александра Николаевича. Ну, во-первых, в первую очередь, потому что он мой педагог. Мне очень интересен и удобен его класс. На его уроке мне интересно то, что те движения, которые я выполняю на уроке, они меня максимально подготавливают к всем элементам, достаточно прыжковым, сложным и вращающим элементам, на дальнейшей репетиции. А Игорь Цверко давно понял, что занятия именно в классе Александра Николаевича очень полезны для его тела. Скажем, говоря нашим балетным языком, то он мне, скажем, разворачивает бедра, для того, чтобы моя выворотность была лучше, чем она была природой, и чтобы мои мышцы, именно ног и тело, ну, разогрелись и, по возможности, если я там не очень буду уставший, то как раз подготовиться к прыжкам. Но и в целом для такого, скажем, партерного танца тоже очень важно, чтобы именно вот у него основное замечание – это бедра, чтобы бедра все время были раскрыты, чтобы зрительный зал увидел наши красивые линии. Поэтому все способствует, весь класс способствует именно для этого. Со стороны может показаться, что комбинации, которые предлагает Ветров, отличаются более современным языком, чем у других педагогов. Быть может, это потому, что Александр долгое время жил и работал в США, и танцевал, и ставил балеты. Но Артемий Беляков уверен, что все дело как раз в почитании традиций. Возможно, после работы в Америке он как-то привнес, наверное, что-то из той школы. Но на самом деле, насколько для моего тела привычен класс в стиле Петра Анатольевича Пестова, по выпуску из Академии просто, мы сам занимались в таком стиле. И здесь себя чувствую как бы в своей тарелке. То есть мы работаем на крепкие бедра, на выворотность, на подтянутость такую. Хорошо. Давайте вздохнем и с другой. Но есть и еще одна особенность класса Александра Ветрова. Не верь глазам своим. Именно это говорит с утра учитель своим ученикам. Люди очень быстро привыкают к зеркалу. И различные стандартные балетные позы, они конструируют их, можно сказать, по своему телу, по зеркалу. А зеркало, оно не всегда друг. Зачастую оно искажает, в зеркале все замечательно, а на самом деле есть дефекты в позе. Поэтому стараюсь, чтобы они тоже, как говорится, умели себя контролировать через зеркало правильно. То есть зеркало нужно подсматривать, а не полностью носовать от зеркала, не отводя от себя глаз. Потому что это даже баланс тела, если вы по зеркалу когда-то строите, он другой, он не совсем правильный. Ну, на мой взгляд. Современный, сложный, грамотный, полезный. Так говорят о классе Александра Николаевича артисты. Поэтому и ходят с удовольствием заниматься именно к Ветрову, где нужно разминать не только ноги, но и тренировать сообразительность. Да и в зеркала лишний раз не смотреть. Внутреннее зрение гораздо надежнее. Редактор субтитров А.Семкин